Привет, девчули. Соскучились? Приветик. Меня захватила волна наращивания гирлака. Так, ну что, может, я переверну камеру чуть-чуть, поговорю с вами, расскажу, для чего я это делала и вообще зачем это всё происходит. Здравствуйте. Сейчас переверну камеру. О, вот так. Привет. Чё-таки кипиш на голове. Привет, привет, девчонки. Поближе. Что хочу вам сегодня показать и рассказать. Видите, я себе нарастила гирлаком на гатульке. Ну, отдохнула не очень сильно, но чуть-чуть отдохнула. И поэтому готова с вами... Спасибо. Буду с вами делиться какими-то своими темами. Я не знаю, что это такое. Видите, майку сделала себе. Спасибо. Я тоже очень рада, Даль. Девочки, а вот у меня, кстати, с Невских берегов покажу вам вот такой потрясающий наборчик от Оксаны. Вот она мне здесь свои контакты написала. Я сфотографирую обязательно. Вот. Не могла пощупать. Да и тоже такое. Надо было локтями всех расталкивать. Ладно, девчулик, к чему всё это дело? Спасибо, спасибо. Лампа, да, должна была быть в наличии. Пару слов немножечко вообще, что я тут... Для чего вот это всё дело замутило с наращиванием гирлаком? Во-первых, возвращается наращивание. Это не может не радовать, да? То есть у нас моделирование, хоть и каратюли вот такие вот... Конечно, это не мой формат, вы же понимаете, да? Но я должна лишний раз поносить и всё показать вам, как делается это. Для кого это нужно? Вот подобная работа, да? Для кого это нужно? Потом поближе покажу. Вот файбер-базу как раз вам нужно укреплять. Для кого это нужно? Это нужно для тех людей, которые... Нет, не база 2 в 1, но это я покрывала. Сейчас всё вам продемонстрирую. Для кого это нужно? Для тех, кто хочет начать учиться моделировать. Но вы не умеете это делать. Конечно, многие из вас могут сказать, нафига это заморачиваться делать гирлаком? Это вот всё равно, что нафига это делать... Ну, типа, если есть гель, допустим, да? А вот... Для того, чтобы кто-то также мог сказать, что зачем это делать гель вместе, если есть акрил, есть флэкстоп, да? Поэтому, девочки, это имеет место быть. Да, это не арчное моделирование. Естественно, здесь кто-то написал, что хочется зажать. Это всё факт. И действительно поджать ноготочки хочется. То есть это больше такое экспресс-салонное моделирование. И для тех, кто хочет начать учиться... Ну, что ж такое? Все, кто хочет начать учиться, постепенно переходить в моделирование. Это чтобы, да, гирлакушек в моделирование затащить. Всё правильно. Но иногда хотя бы один ноготочек стоит нарастить, да? Поэтому мы сейчас с вами и будем делать. Ну, понятно, почему здесь такие люди. Всё в бан. Ладно, вы их там блокируете, ладно? И мы с вами сейчас начнём. Я буду показывать примитивно, совсем просто, чтобы вам было понятно для тех, кто, ну, прям вот вообще не в теме, да? Если жидкая база, и получается ступенька. Где ступенька? Не пойму, получается на чём. Всё, девы, переключаюсь. Вы там нехороших людей баньте, чтобы у вас всё это дело осталось где нужно. Я буду пытаться смотреть в экран. Вы же понимаете, это не так легко порой сделать. Мне, конечно, с квадратами неудобно. Сейчас беру спиртовую салфеточку. Здравствуйте. Я уже подготовила ноготочки, как обычно. Ничего тут такого сложного. Вот. И переход с формы, видимо, со ступенькой. Жидкие стразы будут. Мы их добавили на сайт. И кто не смог купить, ну, их всего там штук 10, поэтому их немножко, девчонки. Ещё хочу, что вам сказать. У меня девочки просили кристалл пикси пофасовать. И мы пофасовали. Лучшая естественная красота. Идите, гуляйте со своей красотой. Здравствуйте. Итак, вот у меня ноготочки. Они у меня, конечно, далеко не идеальные. И разворачивать по-хорошему надо. Здесь я пыталась это сделать, но не сильно. Да, левой рукой себе нарастила. Вот у меня здесь проблемные ногтики вот в этой зоне. Вот. И поэтому, ну, это не тот формат, который я ношу, вы понимаете. И поэтому пиксики по 400 рублей. Мы по грамм пофасовали их там разрачный, чёрный. Форму, девочки, покупила на Невских берегах. Просто попробовать вот что я и делаю. В общем-то, поэтому всё это будет при вас. Ну вот. Так. У меня достаточно ярко выраженные гипонихи, поэтому я буду вырезать глубину. Не буду ни киушки, ничего не буду делать. То есть просто совсем немножечко вырежу здесь глубину. Ну, это каждый ну, как бы новичок может сделать. Я сейчас подготовлю форму. Такие поставлю, так как я это работаю одной рукой. Двумя буду, да, работать. Поэтому я сразу вырежу все, а потом сразу поставлю и буду работать, ну, как бы, конвейером. Да, не удержалась и купила зелёные формы. Всё правильно. Так и было. Ну, у нас особо не было там какой-то такой возможности походить по Невским берегам, потому что мы там с девочками работали с самого, прям с самого утра и до самого последнего, можно сказать, человечка. Зачем 24? Затем, чтобы, если у кого печёт из ваших клиентов, вы могли переключить мощность, чтобы им было не горячо. Обычно я пользуюсь пластиковыми формами. Я не могла добыть нигде такие вот, которые мне нужны, в общем-то, бумажные. Единственное, что мне более-менее нравится, это Артекс. Юля с нами. Не вижу просто её. Приветик, приветик. Девочки, кому не интересно, вы можете не оставаться. Да, вы можете не оставаться с нами, это необязательная информация, просто вот для вашего общего развития может быть какие-то фишечки. Спрятать сообщение на три точки. Нажимаете и там скрываете чат. То есть, видите, я даже ничего не меряю, прямо придурки бывают. Я прямо вырезаю так на глаз, да, и ну, я свои ногтики знаю, просто немножко глубину. Здесь даже если зазорчики какие-то будут, ну, вообще не страшно, пусть будут. мы не будем ставить на арочное моделирование формы. Это сейчас не эта тема, вы понимаете, да, вот, на большой могу тут какие-то насечки сделать, форма может быть широковато. Сохнет, на 24, дольше, значит, сушить. Вы же понимаете, что все дело времени или в толщине. Кстати, да, сегодня первый день весны, ура! Так, вот я сейчас подготовила себе формы, после этого я наношу дегидратор, это у меня ультрабонд от Виволь. Вчера твердосплавом себя рубанула, нечаянно когда снимала прям. Да, да, он для этого файбербазой предназначен. И теперь наношу ультрабонд от Данс Легенд. Максимально, ну, я думаю, миллиметров 5, вот у меня как раз сейчас такая длина есть, я чуть больше моделировала, чтобы вопил прийти, приветик, Танечка. Так, давайте вот премирочек нанесем. У нас трансляция будет не самая быстрая, я вам честно скажу, но в то же время надо показать. Вы по мне соскучились, я по вам вот поболтаем лишний раз, Дальше. Нанесу тонко базу. Какую можно нанести базу? Ну, любую. У меня сейчас под рукой есть или вармбейс, но у меня кул жиденькая есть, я кулам поработаю. Флекси-базой можно, но флекси-база она очень гибкая, мягкая. Я вот сейчас нюдку-лбазой тоненько нанесу базу, просто тонко покрою. Мы же можем камуфлирующую базу использовать и обычным способом, не обязательно только для френчи, да? Ой, ничьи, они какие-то безымянные эти формы, просто увидела, на Невских купила и вот сейчас тестирую, пока особо на левой руке только нарастила, ну, на правой, вернее, левой, но вы понимаете, что это не самый лучший показатель надо на ком-то. Если базу с акрилом смешать, да, получится, я сегодня вам продемонстрирую, как это будет делаться, вот, поэтому кто хочет остаться с нами, тот оставайтесь. Все, отправляю в просушку на 30 секунд. Все, формы Китай делает, естественно, кто же их еще будет делать, в риске, ну, вот, хорошо. Так, ну, что же такое? По времени, ну, не знаю, вот сейчас посмотрите, сейчас, конечно, я буду дольше делать, чем обычно, потому что я с вами еще общаюсь, тем не менее, я никогда не промазываю торец, и, более того, сейчас у меня будет наращивание, поэтому мне вообще все равно, будет ли это промазан торец. я сейчас ставлю формы, липкие вполне себе, ой, ничего, не пропустите, я ничего тут для арочного моделирования не делаю, ставлю форму, как ставится, можно так сказать, где-то заужая конь, вообще пофиг, то есть, это для тех, кто, ну, реально не умеет моделировать, девочки, вот, реально кто не умеет, поэтому здесь такое дело, что если вы умеете, понятно, вы не будете, да, файбербаза лучше, вот, если вы работаете в моделировании, то вот это вот, то, что я вам сейчас демонстрирую, это информация для вас, ну, и вряд ли будет интересная, это больше для тех, кто не умеет моделировать вообще никак, вообще. Я немножко вырезала глубину, никаких ушек не вырезаю, не ставлю форму вверх, ничего, вот, как становится, да, хорошо, то есть у меня еще мои пальцы, видите, кривули в разные стороны, добрый вечер, способ для ленивых, на самом деле, нет, это способ не для ленивых, а для, ну, вот, тех, кто только начинает, просто, наращивание с чего-то же пришло, и вот сейчас этот момент, что наращивание должно возвратиться как-то, и вот, опять же, все это начинается с каких-то истоков, понимаете, красоту сняла, потому что красоте было полтора месяца, и вчера вот пришла, сняла, приехала, наконец-то, в Воронеж, и вот, решила, что не могу ходить, голенькая, вот такая, сделаю хотя бы себе френчик, это причем молочной базой, я сделала, девочки, Милк БС, Милк базой, но я вам один ногтик, покажу, как сделать white, стразы, склупнула, скоро будут у нас продажи, надеюсь, такие стразы, потому что все их хотят, вот, начинающие, да, я не претендую здесь, на какие-то гениальные открытия, просто кому вдруг интересно, вы вот можете остаться с нами, я сейчас вот эти хвостики, вот так заворачиваю, чтобы у меня удобно было влезть в лампу, так как лампа у нас имеет небольшой, ну, разъем, да, вот, чтобы полностью мне влезть в нее, я завернула, да, оставлю, чем файбер отличается от каучук, тем, что файбер, она изначально каучуковая, но там частицы стекловолокна, я буду сейчас как раз моделировать файбер базой, базу и нанесла базу, вот, ничего не пропустили пока, и я беру сейчас файбер базу, вот так чуть-чуть разверну, файбер базу, наш сайт называется вот так, azarov.rf.ru и здесь у нас есть магазин в разделе, ну, раздел магазин, а вот, и здесь можете приобретать продукцию, мы отправляем, для чего она нужна перед гелем, база нужна для того, чтобы была сцепка, гелем мы работать не будем, да, все базы вы можете, вот, я беру сейчас файбер базу, у меня она уже такая рабочая, вот видите, заканчивается, мне надо ее выковырнуть оттуда, каучуковой можно, но дело в том, что каучуковая база, в чистом виде, вот, например, флекси, она все-таки достаточно гибкий, да, в Казахстан отправляем, вот, они достаточно гибкий, ну, гибкий продукт, да, и нам нужна все-таки небольшая жесткость, армирующая сетка, которая будет держать всю нашу, вот, эту вот конструкцию, первый слой в любой, и в Ригу отправляем всюду, у нас, девочки, доставка по всему миру, стоит 500 рублей, по России 350 рублей, по России от 5000 бесплатно, сейчас у меня зарядка выскочила, итак, кисточка, неважно какая, у меня под рукой была троечка, перед гелем ничем не может, да, только праймером, вы, наверное, не профессионал, поэтому задаете такие вопросы, так, давайте-ка вот так, чтобы вам было видно, мажу тоже всем перед гелем, сейчас, девочки, попытаюсь понять, ну, как вы думаете, если я говорю, что по всему миру, значит, Баку, это же тоже часть мира, значит, и в Баку мы тоже отправим, я беру файбербазу, файбербазе есть, стекловолокно, именно оно, дает нам прочность, я сейчас лишнего нанесла, да, Беларусь, пожалуйста, вот, девочки, уже многие заказывали, силиконочкой, видите, подчистить, достаточно легко, если хотите, вот, как я сейчас немножечко, буду подфиксировать, но, потому что, только с вами, вот, болтаю, поэтому, буквально, чуть-чуть, подфиксируем, и мне нужно выложить, вот так, пять подложек, после чего, я буду, выкладывать, уже, камуфляжик, представители Украины, Данс Легенд есть, это все продукция, от Юли Билей, by Данс Легенд, вот, будет носиться, даже, не просто, как нарощенные, я вам сейчас объясню, в чем здесь момент, здесь нету каких-то выстраиваний Апекса, или создания архитектуры, вот, здесь нету какого-то такого глобального опила по поверхности, все почему, потому что продукт получается, то есть, ноготь сам получается достаточно гибкий, я сейчас попытаюсь вас прочитать, вот, продукт получается гибкий, то есть, у нас на стрессовой зоне, даже если произойдет какая-то, ну, попытается какая-то поломашка произойти, у нас материал такой вот, флексибельный, то есть, каучуковый, но в то же время жесткий, да, и поэтому, фиксируйте, сколько вы считаете нужным, да, да, можно, 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 конечно, эта база имеет пластичность или твердое, ну, как вы думаете, если у нас гель-лаковая история, гель-лак не может быть твердым, если только он однофазный, и все равно в нем достаточно много пластификатора, Светлана пришла, но капля краски набирается на середину волоска, что делать? Посмотреть трансляции Юлии Белей, она рассказывала, как с ней конкретно работать с этой кистью, что она предназначена в основном для гель-красок, для тонких линий, их ставим, кисть кладем, ну, плошня, да, это вот для тех, кто, например, поломал ноготок, хочет ноготочек оставить, другие не хотим укорачивать, ну, к примеру, да, и нам нужно, как бы, подмоделировать, сейчас делаю, девочки, файбербазу можно в любом видео, и с хлебушком, и без, и ремонт, и все, я сейчас выкладываю подложечку, наращивание делаю, понимаете, я сейчас наращиваю, то есть свободный край наношу, вот моя сейчас миссия, скажем так, что я делаю файбербазой, я сейчас сниму, сниму эту форму, и покажу вам, попытаюсь показать, вот эти вот файбер частички, которые есть, где же зеленые ногти, мусорки, наверное, уже, Маша выбросила, и оттуда тоже, все, у них пришел свой срок, у этих супер дорогущих ногтей, посмотреть продукцию можно на сайте azarva-s.ru, то по данц-легенд мутнеет флекси, почему? Ну, можете заходить немножко на ноготь, почему? Потому что, вот такая формула, очень резиновая, каучуковая, но, во-первых, давайте остыть, и я говорила с технологами данцев, насчет мутности, мне сказали о том, что буквально через полчасика, становится все глянцевое, в этой лампе все можно сушить одновременно, поэтому я спокойненько это и делаю. Здравствуйте, Елена. Я использую файбербазу, файбер. Спасибо вам, девочки. Я, да, сегодня тоже достаточно спокойная, как танк, хочу очень увидеться с друзьями, поэтому пока вот пришла сделать себе. Если пересушить, что значит пересушить? Я вот не понимаю этого термина. Она колется, и покрытие... не пойму, что значит колется. Вот, снимаю сейчас форму. Какая-то у меня тут корявка получилась, ну ладно. Девочки, по поводу, вот, ну, например, стоимости такого наращивания. оторвала. Ладно. Сейчас еще раз прилеплю. По поводу такого наращивания, смотрите. Оно, во-первых, должно стоить дороже, чем просто покрытие гель-лаком. Ну, это понятно, да? Это раз. А во-вторых, оно должно стоить дешевле, чем моделирование гелем. Но моделирование гелем, ну, или акрилом, да? Ну, опять же, кто это делает, тот не будет делать вот то, что я сейчас делаю. Вот. Это раз. Во-вторых, я буду делать укладной френчик. Но это дороже должно стоить. Это же форма, это же ваше время, да? В любом случае. Но это не только нужно... Так, укрепление биогелем, пожалуйста, тоже можно это все применять. Сейчас. Снимаю форму, просто мне не очень это удобно. Ну, девчонки, если вы там в теме, то помогайте новичкам, тоже подсказывайте. Вот, видите, достаточно легко форма отходит и подложка получается вот, тонкая, достаточно гибкая, но, не знаю, как бы вам показать, наверное, на черном. Вот так. Будет вам видно, давайте попробуем. частички файбера я хочу сейчас, чтобы настроились. Вот там вот, полосочки, вот сейчас должно быть вам видно. Вот эти вот частички файбера, которые оседают там и создают нам прочную полимерную сетку. Не торчат они. Вот при тонком-тонком покрытии ничего не торчит, и при толстом тоже. Что у вас торчит? Вы лупите кистью, я не знаю, по гелю. Дайте время немножечко, чтобы они осели. Может быть, вы говорите про файберы каких-то других торговых марок. Я прям не знаю, девчонки. Это настолько мелкий файбер здесь, как арматура, да? Он микроскопический. Что там у вас торчит? Я вот не знаю. Может быть, вы действительно кистью лупите? У кого-то торчит, у кого-то не торчит. Значит, ждите чуть-чуть побольше времени. Вот я при вас все делаю, да? Вот. Все гладко, липкость у меня здесь. Если хотите, могу базой с акриловой смешивать. Не поняла. Так. Могу одеть вам макрообъектив. Сейчас попрошу. Игорь, у меня в кармане во внутреннем лежит макрообъектив. Можешь мне его дать? Не слышат, наверное. Сейчас покажу вам, девчонки, подождите. Ой-ой-ой, у меня тут что-то все рушится. Подождите меня, у меня там 5 сек. Сейчас. Меня не слышат, да? Все, у меня нету этого макро, забыла его стенки в другом месте. Ну ладно. Так, ну что, девочки, вот хорошая лампа у меня. Если что, они у нас тоже есть по 3500. Хорошо. Итак, продолжаем с вами. Ну, чуть-чуть вы пока пропустили. Нет, я не буду пробовать, не буду даже пробовать снимать размачивание. Для меня это просто бред сумасшедшего, уж извините. Все, быстро до Исландии дошло, но я очень рада. Хорошо. Итак, девчули, я беру сейчас еще из старых вариантов Nude Warm и Nude Cool. Мы новые еще не успели заказать. Сегодня это делаем. Год гарантия, да. Вот. У нас девочка одна уже принесла, но она блок расковыряла, и сама лампа работает, а блок нет. На блок вообще по идее не распространяется. Вот она сама расковыряла. Сталкиваюсь, что нога деформирует после наращивания помогите. Чем вам помочь? Если вы отдираете ногти, то вряд ли вам поможешь. Я беру сейчас это тепленькая база. Тепленькая. Хотя что-то я тут много наложила. На лампу гарантия. Мы про это говорим сейчас с девочками. И беру кул, чтобы мне хороший оттеночек подобрать. Кул у нас более жидкая в данном случае. Мне она очень нравится. Она идеально туда заходит. Я брала две капли вармы и три капли кула. Можно жидкий страза. И теперь смешиваю все это дело. И могу выкладывать вот этой вот штукой. Но так как я себе делала левой рукой, а это не очень удобно, я думаю, чтобы вам было тоже удобно, мы сюда замесим акриловую пудру обычной фрезой. значит обычной или какой секретный может быть какой-то конечно обычной фрезой. Я беру акриловую пудру и добавляю ее в наш вот этот вот замес. Я вчера смешивал, все держится, но пузырится при выкладке. Вот я себе делаю замес. Делаю это силиконовой кистью. Ничего не пузырится. Пудра камуфлирующая, но можете добавить прозрачную то есть в принципе не очень это важно. Можете прозрачной работать. То есть у меня должна быть такая консистенция, но это не обязательно девочки. Это как вариант работы, но они как вымачивают гель стопроцентном ацетоне. Печаль. Зато у вас знаете как убиваете ногти можно потом зарабатывать на айбикси или на чем таком восстанавливать эти ногти. Подойдет гели пудру. Можно вообще без пудры. В принципе это не обязательно. Это я для удобства выкладки делаю, чтобы у меня такой бортик держался. А потом пересмотрите кто не успел. Набираю капельку. Сейчас буду пытаться в камеру чтобы тоже было видно. И небольшой такой микро бортик делаю. Пузырик у меня тут есть тоже его надо выгнать. И за акрилой пудрой здесь все хорошо растушевывается. Ну что за жидкие стразы? Вам девочки пишут, вы наверное не читаете. Пайетки такие, на которые ставишь каплю топа безлипкого и получается как страза. Вот жидкие стразы. Поэтому могу еще сделать девочки супер четко прям. ладно, придется подпилить немножко. Правда вправе под фиксацию. все. Ну у меня нет под рукой не могу показать потом. И вот так вот мне нужно выложить все мои ноготюли. я работаю сейчас троечкой, но она мелковата. Просто она у меня под руку попалась. Если честно, я еще не все свое имущество принесла после приезда на Невске на работу я имею ввиду. А вот поэтому это просто что попалась под руку, тем мы работаем в общем-то. На следующие Невские пригласят, приеду, конечно. Я люблю общеневские берега, хоть я уже там и не участвую, но я люблю повидаться со всеми. Даже удивительно девочки, мы побывав на такой крупной достаточно выставке, у нас хоть и было там много-много людей, но оказывается, что многие даже не знают, что такое перископ. Нет, не имеет. Многие не знают, что такое перископ, что такое вообще не знаю, инстаграм. То есть даже есть люди, которые не знают, кто такая Юля Белет, о чем уж говорить, кто такая я. Я не занимаюсь продажами, я просто помогала немножечко девчонкам, когда у меня было переизбыток энергии, и поэтому я тоже помогала с выбором продукции, если кому-то это нужно было, то есть я с удовольствием это делала. Кризис. Ну, вы знаете, я вам так скажу, у нас мастер-классы начинали с самого начала, то есть с 11 часов, и мы выходили в перископ, и ну, не знаю, какой кризис, когда люди сейчас все равно делают ногти. Другое дело то, что может быть рынок перенасыщен, да, и очень много компаний, которые представляются, и просто люди не знают, куда идти, куда смотреть, и что выбрать. Ну, вот, да, многие не знают, что такое перископ, и поэтому им было тоже очень интересно все наши мастер-классы, тонкие слои лака, блей, ваши лампы, даже толстые. Вот я сейчас выкладываю бортики в замесы, все у меня тут хорошо. Просыхает, единственное, что я сейчас такую ровность не могу сделать, ну, ладно. И сейчас стразиков налепим, да? Может быть. ну, пора, значит, приходить вам Мари Вико на хорошие лампы. Все-таки это ускоряет и упрощает. В чем преимущество? Нет преимуществ никаких. Если вы умеете делать гелем, делайте гелем или акрилом. Никаких преимуществ нет. Это для новичков, которые не умеют делать моделирование, которые не видят форму, не понимают, что это такое, да? Вот. Потому что если не выкладной, то файбер перекроем базой для герлака. Да, просто выравнивание делаете, и все. Здесь нету никакой архитектуры. Вам же нужно как бы извернуться. Вам же нужно выстроить высшую точку в моделировании. Здесь особо это не будет требоваться, так как материал гибкий, он не будет ломаться в стрессовой зоне. Вот и все преимущество. Не более того. Да, это гибридная лампа. Ну, как бы современные светодиоды. Это не тот гибрид, который со спиралькой. Я его все-таки вам не порекомендую. Выкладываю. Ну, ладно, отправлюсь в топку. Девочки, я вас ни к чему не призываю. Поймите, девочки, еще раз, хотите пользоваться с лампами, со спиралями, пользуйтесь. Хотите уэфами. Вам сложно не знаю, как объяснить, что ли. Если перегорят, если у нас заказываете, то просто мы меняем лампу и все. Интересно, я вам не буду ничего рекомендовать про спираль. У меня есть такие лампы, они уже плохо работают, поэтому даже не могу ничего сказать. Досушиваю. Что у меня будет, сколько стоит? Гель-лак или лампа, 3 500 лампа стоит. Вам просто стоит зайти на сайт, вот сюда azarva-res.ru и в раздел магазин. так, ну что, ну что у нас тут с вами, вот я выстроила такие вот мини, как бы мини-бортики, они не очень там супер мега четкие, идеальные, можно еще бортик доложить, можно подпилить, да, опилить, я даже не знаю, как сделать-то. Маленькие еще бортишки доложить сюда. То есть, эти техники, которые использовались раньше в моделировании с классическими гелями, не с тексатропами, не пойму некоторые у вас вопросы. Подпилю наверное, пилочкой слегка. девчонки, если там что-то у вас по технике какие-то вопросы, вы задавайте. Я надеюсь, обращаете внимание, как я растушевку делаю. так, и большой. Сейчас все сразу ногтики. За счет того, что акриловая пудра, да, у нас во-первых прочность в этом месте, во-вторых держится бортик. Ну, это вот из плюсов опять же, что, да. Ну, да, современные лампы все-таки большой плюс. Вы можете даже на Али попробовать позаказывать. Вот, там ценовая политика примерно такая же, но там, естественно, нет никакой гарантии. Вот и все. Если не сохнет замес, да, много пудры. Досушиваю сейчас и сниму липкость и подпилю, наверное, бортик, потому что потом мне надо достроить. Уау, и отправляем. Всю отправляем куда хотите, туда и отправим без проблем. Пока у нас еще стоимость всего 500 рублей. Маша там сейчас возмущалась, что кто-то в Америку заказал, там доставка только 3000 получается, остальное мы сами доплачиваем. Пока мы не встроили еще калькулятор веса, но постараемся это сделать, пока есть возможность это сделать вам задешево. Вот, сниму дисперсионный слой. У меня такая салфеточка малючка. Ну да, может быть, перегорит. Откуда отправка из Воронежа? Все, сняла дисперсионный слой, теперь мне надо подпилякать. Не буду говорить про лампу, потому что мы уже это только сейчас обсудили. Девчонки, базы, да. Белые капли, да, скоро будут. Мне очень неудобно это делать под камерой, я уже извиняюсь. Сайт вашего магазина почему-то не очень работает. Не знаю, почему он не очень работает, все вроде бы хорошо работало. Если вас что-то там не устраивает, пишите, пожалуйста, Игорю, и он вам подскажет и поможет. Я сейчас просто убрала руку, чтобы подпилить торец пилочкой, девочки. Мне под камерой это сделать невозможно. интернет, да, так, ой, цепляюсь. Думает очень долго сайт, думает очень долго ваш интернет. Вы же понимаете, что на сайте все с картинками, соответственно, поэтому подольше может быть, конечно. Привет, привет, девчонки, я пилю не под камерой, простите, я чуть-чуть сверху снимаю материал, вот. А на машин медленно, ну, значит, заказывайте с других сайтов в перископе, кто же вам не дает. Я не настаиваю, чтобы вы покупали только у меня. Мы вообще интернет-магазин задумали просто для того, что постоянно девочки говорят, а где вот это купить, а где вот это купить. Постоянно спрашивают, ну, где, где, вот, давайте залезем, будете у нас покупать. Пилка абразивности сто восемьдесят. У вас на выставке были другие ноготки, да, были другие, Танюш, но им полтора месяца, ты же сама понимаешь, как вот полтора месяца жить с одними теми же ногтями. Мне Юля их подпилила, но мне уже было, мне уже хочется другие, я на самом деле хочу очень эдж замоделировать себе, но так как я не могла определиться с цветом, какой эдж себе сделать, соответственно, я вот решила нарастить дерево, кому показать девочкам. доходить полтора, можно и дольше ходить, там все хорошо держится, на самом деле, там просто не в полутора месяцев дело, а в том, что и чемоданы были, и я не знаю, у меня было, наверное, перелета в семь за все это время, за последние две недели, вот, кстати, что еще хочу вам сказать девочке, в Израиль приеду с курсами летом, сейчас готовим информацию, приеду сначала в судейство, вот, те самые, да, есть, но их уже мало, их там штук пять осталось, поэтому заходите, их, по-моему, так и назвал и виржитки сразу, вот, приеду в Израиль с курсами, а также меня девочки приглашают в Германию, про Тверь конкурс мне предложили потренировать, но, так как у меня нет, ну, в своем городе, я имею ввиду, вот, но, так как, к сожалению, у меня нету времени на это, я буквально сегодня-завтра мы готовим расписание, потому что, ну, по другим городам и по Воронежу, вот, и из-за этого никак, я очень люблю все конкурсное дело, потому что это, конечно, в Израиль, ну, я сначала приеду в Хайфу, я там буду делать, давать мастер-классы в рамках чемпионата, который Елена Рус проводит, может быть, вы знаете, она меня пригласила в судейскую коллегию, вот, какой этап барты подпила, видите, подложки ничего, она, даже если ее задеваешь, то вообще ей пофиг, подпилила бортики, ну, это не обязательно делать, ну, вот, инфо никакой нету, сколько там номинации стоит, не знаю, а потом буду не в Хайфе, курсы у меня запланированы, а в каком-то другом городе я вам потом могу, ну, это будет рекламная, рекламка сделана, я обязательно эту информацию выложу у себя, вот, это будет не в Хайфе, а в другом городе, но, возможно, что мы объединим и с Хайфой, в Германии это Ганновер, по-моему, да, Ганновер, белой капли нет, в Ганновере мы планируем, ну, как бы, такой базовый курс по арочному моделированию, кому не нужны выкладные френчи, и повышение квалификации по моделированию с выкладными френчами, то есть я туда на две неделечки приеду, ответит весь номер счета выдает это номер карты, я не могу вам ответить на этот вопрос, о чем вы у меня говорите, протираю салфетками, вырастаю, пока нет, вот, и теперь я доработаю вот эту вот часть, ой, это вам с организатором нужно будет состыковаться со стоимостью в Германии, потому что там другие стоимости, нежели у меня, да, напишите, вам все позвонят, да, расскажут, там какой-то прям серьезный конкурс намечается, я бы сама с удовольствием, в Германии, по-моему, в августе, в Израиль, кому и куда, тоже сделаем рекламку буквально сегодня-завтра и выложим, у меня в Инстаграме это будет, да, девчоночки, в Израиле там по акрилу девочки запросили, я сейчас взяла нюдкул бейс, не каучуковую, обычную, ее сейчас нанесу, дайте дайте мой инстаграм, сейчас одну секундочку, пока подсушимся, azarva.studio будут ли онлайн, по моделированию будет, да, да, ничего такого, а, приз, ну, наверное, видите, как заманушку сделали, интересно, да, я предпочитаю твердосплавную такой фрезой снимать, твердосплавик, все, и сейчас по намазываю базюку, которая кул, как оплачивать, ну, там бейпал есть, выберите, как вам оплатить рыбокассы, это если по карточке вы хотите оплачивать, курсы в Германии будут по гелю или акрилу, ну, как хотите мы сделаем, то есть, если будете хотеть по акрилу, я с удовольствием сделаю по акрилу, кстати, вот кул вообще, вот я сейчас делаю, как бы, доработку вообще не печет, даже немножко толщину выкладываю, ну, тут она незначительная, но прям вообще не пекучка, в Израиле, в Израиле, ой, акварель гель-лаками попросили в Израиле, по-моему, что-то там по акрилу, акрил, по-моему, квадрат у нас будет, и миндаль арочный, там как-то не полный курс, а вот по частям попросили сделать, то есть, отдельно арочный квадрат, отдельно миндаль. На свободный край кулы выкладываете, не очень вижу, нет, только на ногтевое ложе, спортовые салфетки, просто приветик, Израиль. Трансляция, останется тут, ничего такого. Только проговорили как раз про Израиль. В геле мы обычно вот этим этапом достраиваем высшую точку, да, и в акриле тоже. Так, что? Пропустила, что-то, что вы там написали. Почему раньше не пекли ногти в лампе, да. Ну, скорее всего, да, я приеду в Израиль, да. Когда? Ой, что, пропекучку. Лампа, скорейшая полимеризация, да. Формы, причем, можно любые. Ну, я сначала приеду в мае, там будет чемпионат, Елена Русс в Хайфе устраивает чемпионат, я выложу тоже об этом информацию в рамках этого чемпионата и выставки, я понимаю, там выставка какая-то будет, я проведу, я, Оля Бессонова и Елена Веретенко, по-моему, там будет тоже. Вот. Мы будем проводить мастер-классы. Я буду проводить мастер-классы по моделированию, вот просят и креативные ногти. Для кутикулы какая фреза лучше, любая, какой вы считаете нужной. Я любой могу работать и керамикой, и твердосплавной. Сначала будут просто мастер-классы по поводу вот Израиля, а в июле в начале я буду не в Хайфе, а в другом городе, это меня организатор еще до этого приглашала с курсами, да, я буду проводить в начале июля. Информацию тоже обязательно скажу, вот, что еще. А потом скорее вот у Елены тоже буду проводить в каком-то... Не могу сейчас вам на память сказать. Словно половину ногтя, торец вместе с ломом, как сильно запилить. Трапеции вам нужно распилить и файбербазой починить. Я сейчас выкладываю нюткулбейс. Камуфлирующая база. Воспользуйтесь поисковой системой на сайте и наберите набор фрез. Как так? Наращивание гириллака. Ну, так. Онлайн будут обязательно сейчас у девочки прошли маникюр, закончили и сейчас у нас такая микро-передышка и мы сделаем. В Финляндии пока нет, не была, если буду. В июне, буду в конце июня в Москве проводить повышение квалификации. Конечно, будут новые плюсы с плюсом. Пока вот просто теми, что есть, работаю, а так, конечно, будут. Возможно, я ваш вопрос пропустила. Да, есть на данцах. Моделирование повышения квалификации по моделированию ногтей пятидневный курс. Мой, скажем так, флагманский курс, который я провожу у себя в Воронеже, в Москве. Это пять дней повышения квалификации. Плюс это новые каучуковые базы, которые более пигментированные и они на каучуковой основе. Здесь дело не в стаже девочки в повышении квалификации, а вообще в том, что хотя бы вы как-то должны уметь наращивать. Вы ответили вопрос, но вот так, я не поняла какой вопрос. Может быть, я не на него ответила? Вы сейчас пытаетесь придраться к моим ответам? Не знаю. По аппаратному есть, повтор будем обязательно делать. Это сейчас я использую молочная база. вот так. Не буду я тогда смотреть на ваши вопросы, потому что я уже не понимаю, кто что пишет, а о чем речь. Давайте буду продолжать. Итак, есть у нас Milk Base, я ее сейчас выложила, и как раз ей вот здесь работало. Это Milk Base молочная, то есть мягкая, а есть White Base. если вы не можете сделать заказ, напишите, возможно, там какой-то позиции нету на сайте, и он вам просто не дает сделать заказ. А смотрите, White Base, насколько она прям более ярко-белая, сейчас вам покажу, один ноготочек, давайте сделаю White Base, базы, один ноготочек Милка. Подскажите за Израиль, за курсы, я информацию в Инстаграме выложу, поэтому следите за Инстаграмом. Да, вы можете получать информацию о курсах, вам необходимо будет зарегистрировать, ну, как бы подписаться на рассылку новостей на сайте наелита.ру, и там тогда вам на электронную почту будет приходить информация. Итак, вот это у нас Milk, видите, молочная такая, более мягкая, а вот это White, более пигментированная. Вот я сейчас буду четыре ноготочка сделать, да, вот Игорь написал наелитая.ру, а вот это я сделаю тоже один ноготочек. Выкладываю встык нашу базу Milk. Можно в один слой, но я на всякий случай боюсь, что у меня тут ничего не разбежалось никуда, хотя она такая не особо текучая, я все равно сделаю в два этапа. Вот, видите, Milk такой оттеночек. Личком наращивать можно одним цветом, да, домоделировать, потом делать рисованный French. Ну, я просто фанат выкладной French, фанат кто со мной давно знаком, тот знает, и поэтому я делаю выкладной French. Здравствуйте. Давайте, на безымянном будет белый-белый. Есть, кто еще не знаком с Юлиной продукцией, еще есть черная база, но я сейчас черный не буду делать, похожу с белым. Ну, чтобы я походила с белым гель-лаком, это прям, не знаю, с нее должен пойти, если честно. Такие ногти держатся так же, как и гель. Я думаю, да, без проблем они будут держаться, более того, что вот здесь вот в стрессовой зоне, ну, как бы амортизирует, вот если я нажму, видите, такой белеет в стрессе часть вот эта. пружинит, я даже не знаю, как показать, объяснить, вот он пружинит. При такой технике у меня почему-то на стрессовой зоне отслойки. Не знаю, как у вас могут быть отслойки при такой технике, вот просто я не понимаю, если честно. Вот совсем недавно девочка у нас учила, учившаяся на элите, а я общаюсь со своими учениками, да, постоянно, и она мне говорит, вот присылает работы, такие чистенькие, красивые, маникюрчик, все у нее там круто, но она говорит, вот материал настолько плохо держится, хотя и там нарекламировали его, как что он там просто гениальный какой-то, а вот, конечно, останется. Вот, выясняем, какая торговая марка, и мне же поплохело, если честно, я не буду ее говорить в эфире, я ей, конечно, порекомендовала поменять эту торговую марку на другую, я не говорю, что на ту, которая у меня продается, я просто хотя бы на любую другую, потому что это что-то было ужасное, вот, ее работе было решающим ключевым моментом. очень-очень-очень, не, ну, там про наращивание речь шла про моделирующий гелий, про трещины, про отслойки, короче, там много было вопросов, я сейчас ставлю на 30 секунд времечко, не, девочки, я не могу сейчас вам если что сказать, потому что вы уж простите, это, а, я еще белый не выложила, так, ладно, окей, белый выкладываю базой, то есть она более яркая, вы это можете уже заметить даже по цвету, который я выкладываю здесь, ну, у каждого был свой опыт, знаете, вот, негативный в продукции, да, и не всегда корректно говорить об этом, я просто всегда говорю, ну, не устраивает что-то, ну, поменяй, ну, в чем проблема-то, господи, только базы, можно белым гелем, так, можно белым гелем или гель краской, или гель лаком, вы можете выкладывать чем угодно, я выкладываю, то есть вы можете вообще наращивать гелем, понимаете, я вам, я вас не призываю делать так, как это делаю я, я показываю только одну из приветик, вот, я показываю одну из, ну, возможностей этих материалов, скажем так, да, потому что материалы от юбилей и данс-легенд мне очень нравится, я, если честно, очень-очень жду, да, я очень жду, когда выйдут гель для моделирования, я Юле помоделировала одним из этих, то есть белый гель лак можно заменить на такую базу, а вы можете заменить, а можете и нет, то есть белой базой можно сразу наносить на ноготочек и все, да, можно, конечно, попробуйте, Катерин, попробуйте. Вот, девчонки, все интересные вещи, они рождаются в основном из, ну, каких-то, я не знаю, проб и ошибок. Машинку, Маратон, третий чемпион, стронг 90-й. С сайтами, только свой могу сайт вам. Как ворсинки, никак не убрать, только подождать. пока давайте полимеризуется, вот так сделаю. Сейчас еще раз сделаю выкладку белым и молочным, то есть я как бы подстраховываюсь, вы же понимаете, потом мы будем опиливаться. И даже я тут одну такую стразину приготовила, она даже не совсем стразина, такой бантик, малютка, присобачиваю его на флексе. Мы работаем материалами юбилей Байданс-Легенд. Модель любую, можно все хорошие, да, в общем-то все. Вот белый, насколько он кипельно-белый, да, и Милк более мягкий, молочный. Да, 210-й, да, берите. Любой, ну, по цене более доступный, это Маратон, третий чемпион. Вся доставка 500 рублей за границу, пока еще. Еще раз выкладываю себе на палитрочку, потому что я выкладку делаю, ну, на палитру ровно столько материала, сколько мне нужно. Не могу я всех подряд считать, иногда не получается, поэтому, девочки, ваши психи, пожалуйста, можете оставить при себе. Я не обязана всех видеть, вы можете обижаться на меня за это, не знаю, все что угодно, но я понимаю прекрасно, что я тоже не 100 долларов я копирую, чтобы всем нравится. Поэтому, помимо того, что мы с вами общаемся, а у нас происходит общение, да, дальше доставка будет дороже, почему? Потому что всю остальную сумму нам приходится доплачивать самостоятельно, понимаете? Например, доставка стоит 2000 куда-нибудь за границу, 1500 мы платим. У меня у дочки на ельлаг слазит пленкой, значит, плохо готовите ногти, адгизирующие препараты, там еще что-то. Каким крем для рук пользуетесь? Разными пользуюсь. фиксированная, пока фиксированная, а дальше от веса. Вся доставка у нас будет зависеть от веса. Просто девочки за границу заказывают обычно очень много, так как у них-то этого добра нет. Заказала посыль еще, жду уже месяц. Ну да, в Германии там есть некоторые моменты, вот одну вернули нам посылку, потому что таможене не пропустила. У нас есть формы для наращивания прозрачные, пластиковые. Я их очень люблю и никогда ни на что не променяю, поэтому в основном мы пользуемся пластиковыми формами, а сейчас просто это у меня такой тестовый вариантец был. Белый просохнет хорошо в любом случае, потому что это база, но опять же все зависит и от лампы. Я выкладываю достаточно толстенькие. Нет, на выставке это были другие формы, у меня более жесткие, более плотные, более широкие. про лампы не буду ничего отвечать, до этого отвечала. Как бороться с сухой кутикулой? Каждый день мазать ее обязательно. крема и масла не помогают. Крема и масла Ну, я вам советую посмотреть в торговой марке Сагита. Я сейчас тоже буду делать там заказ. Просто там есть такие препараты, очень крема всевозможные, очень-очень там супер-пуперские. обратите на них внимание. Для диабетиков поищите продукцию. Может быть именно она вам подойдет. у меня нет ничего и беги. Ну, все, что пропустили, вы потом пересмотрите. Я думаю, что непонятно, ну, не страшно. Фиксирую, да? И вот у меня безымяныш остался, где нужно выложить белый. Белый яркий больше нравится, чем молочный. Да, мне тоже, если клиенту, тоже я с удовольствием делаю белый. Вот, он такой вот прям супер-мега яркий белый. Ну, вот, почему-то себе я захотела сделать милк. Вот, этот один решила вам показать, чтобы вы видели. У них абсолютно одинаковая консистенция, есть черный такой же, да? Давайте отправимся на минутку. Витамина D не хватает. Ой, спасибо. Руби жир. Ну, наверное, вы не в теме, поэтому вам и страшно. Вот, как это потом выглядит. По поводу данцев, с кем они дружат, с кем они не дружат. Вы знаете, топы, любой, как сказать, есть гирлаки, которые без липкого слоя. пленка. Ксения, идите к своему мастеру. Вот. И бывает, что топы, как каучуковые, могут там слазить пленкой. топ, который с липким слоем никогда не слазит. я использую сейчас базу от Юли Белей by Dance Legend. Вот это досушу, снимаю дисперсию и чуть-чуть опиливу все это дело. Девочки, много чего выглядит некрасиво сначала. Детки тоже рождаются очень некрасивые, а потом то они такие. База белая, база молочная, база камуфлирующая. Да, я делаю базами. Это все наращивание герелаком, базами. Это не гелевое моделирование. Вот у нас пластичный гибкий продукт получается. Так, снимать дисперсию мне пора. Так, кто б сомневался, что все красавчики. девчонки, ну я шучу, но вы понимаете тоже вы. У нас сегодня все какие-то весну встречают депрессивные. Вы не заметили? Какие-то все напряжные, у всех какие-то психозы. Девки, вы что? Привет, Валечка. Вы что? соберетесь, у вас уже там ручьи журчат. Я говорила про то, что кто умеет акрилом, кто умеет гелем, это не для вас. Поэтому вы можете не тусоваться здесь. Депрессия в сад, да. Так, ну что, может перезайдем и тогда попилимся или вы и без меня попилить и все же понимаете. Скажите мне крошки. С нами будем пилиться? Ну что, пока у нас не вырубится, да, будем пилиться, а дальше как бог пошлет. Давайте так. Начну пилить, а если вырубят, ладно, хорошо. Ну, сначала нам нужно подпилить торец, да. Ну, вот один хорошо. Ладно, пилимся. Давайте один пилю. Мне, честно говоря, не очень удобно пилить под камерой все это дело. Безымянный сейчас вот этот пилю, а потом нет все, ладно, окей, а потом вон у меня там, кусочек не просох, сейчас я его досушу в белой базе, давай-ка, иди в топку сходи, перевернула руку на всякий случай, что еще? А, стразину хотела, да, оплатила, вот видите, все не так-то страшно, да, получается. Как они в носке, я вам буду показывать, как они в носке, вы будете следить за мной, вместе со мной, здесь еще луночки я сделала, видите, пока сушим, перезайдем, я, девчонки, пока не буду перезаходить вам, если хочется, вы потом уже перезаходите, потому что если меня вырубят, я вряд ли выйду еще раз. Боковая стенка, нет, у меня там все равно что-то вылазит, как-то у меня не досох, наверное, предыдущий слой. Ладно, давайте вот это можно гелями, можно, можно гелями, нужно гелями и акрилами, но это для тех, кто не умеет моделировать, еще раз повторюсь, для тех, кто не в теме вообще, кто моделирует, ну молодцы, не отправили посылку, волосок был вроде бы, по поводу посылок, если что, пишите куда-нибудь в личку и там с Марией без проблем, возможно, отправили, у нас вчера было очень много отправок, очень-очень много, прям какое-то гигантское количество, потому что пришли дамсы, Маша не успела на приход поставить, по периметру опилил, сверху чуть-чуть, террариума нет, девчоные все разобрали, то есть у кутикулы я здесь даже пилить не буду, что-то у меня какой-то сегодня игре, вы депрессуете, а у меня тоже на меня это все отражается, девочки, это для тех наращивания, у которых девочек вообще нету ни одной баночки геля, понимаете, есть среди вас такие, я уверена, но у вас есть базы, базы дубилеевские, возможно, вы можете попробовать это вместить акриловую пудру и другие какие-нибудь тоже базы, да, да, я для вас это делаю, кто у нас вот есть тут самый умный, это не для вас, черный можно прямо на натуральный ноготь выкладывать, да, и черную и белую тоже, некоторые говорят, а как же спиливать потом, девочки, офигенно спиливать, вы поймите, что когда вы пилите прозрачно, вы же боитесь это делать, потому что вы боитесь перепилить, потому что вы ее не видите по большому счету, да, а с черной и с белой базой вы их видите, соответственно, вы пилите только то место, которое вам нужно, так, ну что, вот видите, кутикулу даже не пилю, потому что я там особо не выкладывала, здесь я тоже пилила периметр и немножечко сверху, чтобы у меня не было вот этого перехода, зачем шлифуете, за тем, чтобы было ровно, вот за этим, где можно будет посмотреть, закончится трансляция, еще раз зайдете в нее и пересмотрите, чуть-чуть насквовал, делаю, так, когда будет повторяться курс по маникюру, скоро будет повторяться, обязательно, вместе, гель, на таки, база, тоже приобрела, да, 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 попробуйте, девчонки, здесь же, я вам не говорю, что, прям, блин, капец, делайте только так, вы же все понимаете, это для тех, кто, ну, не умеет наращивать, ну, вот, хочет попробовать, еще что-то, ну, вот вам и метода одна из, большой палец вообще неровный, какие вы, прям, гениальные люди, вообще, прям, удивительные, никак, оставлю, пусть неровные, корявые ходят, хожу, или вас приглашу, мне допилить этот ноготь, так забавно, да, сейчас так, правильно, вот, отличный вариант, девочки, давайте так, кто попробует нарастить, отметьте, бафом предпочитаю обезжирить, сделайте хэштег в инстаграме наращивание гель-лаком, давайте сделаем так, такой слитно, как правую, никак, никак, в смысле, ну, так же, как и эти, короче, вот, один ногтик я попилякала, вот, что у нас получилось, в общем-то, вот, такой вот он у нас получился, ну, ну, вы меня поняли, ну, девчонки, что поделать, и вам поможет очень замес с акриловой пудрой, девчонки, он прям даст вам легкость выкладки вот этого вот бортика, вот, да, видно сейчас, какой яркий белый, какой софт, софт, вот этот, так, кто у нас тут, Мари, до свидос, вот так, весь этаж, да, короче, вот я сделала вот такую работу, еще я что сделаю перед покрытием топом, девочки, я вам это уже показывала, но покажу еще раз, пудру, да, можете любую, но не белую, не белую, но без акрила тоже держится, ну, естественно, я вам просто, это я же себе делаю, понимаете, и мне надо как-то левой покорячиться и сделать, я сейчас возьму мелкбазу, сейчас сделаю мне, вот она, мелкбазу, вот, возьму, ну, прям капелюшку, совсем, возьму флексибазу, а если вы сделали после Невских, напишите, пожалуйста, ну, мне в личку или отметьте хэштег, поставьте в этой работе наращивание гель-лака, мы будем все следить за этим делом, мелкбазу смешиваю с каучуковой сфлекси, кистью, улыбка помогает, да, тоже, ну, девчонки, здесь все для удобства, спасибо, девочки, ну, конечно, без опила-то куда, и вот теперь, чтобы совсем было хорошо, вот здесь вот наношу, можно тонкой кистью, но, видите, у меня нету, но у меня есть вот такая кисточка, вот такая кисточка есть, еще у меня есть силиконочка, да, да, вот этот вот решеточку, и поставьте наращивание гель-лаком, слитно, и мы все будем смотреть, и вот силиконочкой я вот так вот раз, как бы уберу лишнее, фокус убегает, ну, что поделать, вы простите его, он не специально, рубер-базы можно, да, вот, лунку сделала, отправлю в топку, можно использовать, да, можно использовать, и у вас даже многие проблемы решатся, там, с отслойками, с внутренними отслойками, то есть, все уйдет, вот, так, а что еще я хотела, ну, я вот бант хотела на белую посадить, поэтому, не буду сюда бант лепить, бант буду лепить на флекси-базы, я рада, что вам нравится, девчонки, спасибо большое, ту пыльку у меня есть, ну, ладно, два в одном возьму, и покрою, вот видите, какие вы стойкие пробыли со мной, не знаю, сколько, больше часа, почти полтора, да, ну, вот, считаю, что наращивание на одной руке, так же и на двух будет, а если говорить, то еще и быстро, ну, если не говорить, то еще и быстрее, потому что, когда показываешь, это же все дольше происходит, чуть-чуть горело, эта марка у меня из-за формы, ну, вот как-то так, нарастили мы, два в одном, дело в том, что, девочки, следите за тем топом, которым вы покрываете, вот, вот, просто, да, каучуко можно, пользуйтесь, в вашем магазине, файбер, молочную, шесть недель, невыгодно, ну, вот видите как, ну, Юлины продукты, правильно, правда, крутые, вот наш магазин, если что, девчонки, еще раз напомню, что мы пофасовали кристалл пикси, если хотите, я вам покажу, у меня там лежат сейчас, как я фасовала их, они действительно, ну, оригинальные, покажите, сейчас покажу, на машину, муж Маши убрала, вот, смотрите, что у нас получилось, вот ноготочек, он достаточно, давайте вот так его сделаем, вот, видно, он играет, и вот здесь он будет играть, поэтому, если что, он не лопнет у вас, понимаете, посмотрите сначала трансляцию, жидкие стразы, сейчас скажу, покажу, ой, у меня тут, знаете, еще что, я вам покажу, чехол такой, сделала себе, из Сваровски, такое вот чехлище, теперь хожу, буду ходить, звездить, сейчас пойдемте, покажу, вот тут кристалл пикси, вот они, оригинальные коробочки, все оригинальные, оригинальные, вот эти штучки, вот они все, бутыльки, и вот я их нафасовала, и вот я их нафасовала, немножко черных, и немножко беленьких, вот, стразы клеила, но то, чему научила Вика Рулева, поэтому, если кто хочет, на ее курс, пожалуйста, это оригинальный, кристалл пикси, вот от них эти, лейки, стразики, зачем так фасовать, это кто просил, нам по грамму, кто не хочет покупать, за 1900, целую, вот такую вот, упаковку, а кто хочет, себе немножечко, вот одна такая, стоит, 400 рублей, как работать, жидкими стразами, видите, тут Машка, в углу заказа, собирает, ты поставила, жидкие стразы, нет, сейчас Маша покажет, а вот рабочие, поставила, спортовые, да, они даже упаковками, продаются, что такое жидкие стразы, девчонки, это вот такие вот, пайетки сухие, я сейчас под лед цветом, вам покажу, они вот чистящие, а вот, ну, максимум на типсы, смотрите, какой мне, нам дэнс легенд, прислали, поздравлялку, о, с открыткой, даже еще не успела посмотреть, вот, что еще, вот сейчас я вам покажу, у меня даже типсы-то нету, могу на себе, конечно, показать, вот такие пайетки, они трех разных размеров, вот, дантиков не появились, они появятся, это было только на Невских, такая разовая акция, они стоят 50 рублей, я их привезла 10 штучек в магазин, мы их должны были добавить, если честно, вот, в продаже мы их добавили, но там их всего ничего, поэтому, кто хочет, тот успеет, тот копит, как ими работать, давайте покажу, ну, вот, я не знаю, на себе, на неопиленном ногте, давайте так, единственное, у меня нету сейчас, у меня нету сейчас, Маша, дай, пожалуйста, мне топ, топ безлипкого, от Dance Legend, слышишь меня? Файбербазу купила, она пузырится, почему? Потому что, она свежезамешенная, то есть, она свежачок, это можно делать, не только с такими пайетками, но и с любыми другими, но смысл в чем? В том, что, видите, какой у них чистейший зеркальный блеск, про лампы потом пересмотрим, посмотрите, рассказала, голографический чистейший блеск, вот, я беру топ безлипкого слоя, он хорошо держит объем, держит каплю, он безлипкого, жесткий, и он не растекается, вот в чем его преимущество, сколько ждать, все по место поставьте, он отстоится, и все, на любую базу, на любой топ, сажаете, ну вот, не знаю, посажу две штучки, сейчас чисто так, чтобы вам показать, да, вот, посадила, я же вроде перевернула, опять перевернулась, девчонки, ну вот, извините, не знаю, откройте крышку, не пойму, о чем вы там говорите, обойте, все, посадила, например, вот такие пайетки, это топ, можно, да, можно, да, но на френч лучше не надо, потому что он будет желтить, на френче, а вот для страйзиков, он супер, топ сейчас, топ безлипкого слоя, он так и называется, топ безлипкого слоя, dance легенд, подфиксировала, и смотрите, девчонки, я сейчас лампу разверну, у меня сейчас кисть не тоненькая, но в идеале, с тоненькой кисточкой, это надо делать, беру и ставлю капельку, только на пайетку, и быстренько в лампу, девочки, ну прекратите лупить по базе, ну что ж такое, я что, не знаю, как вы выкладываете, лупите по ней, со всей дури, месите вот так, дайте отстояться, дайте там, пузырики тонкой кисточкой, полагоняйте, можно давайте прард, без проблем, если я знаю ответ, то я с удовольствием его дам вам, почему у дамса в крышке лопаются, потому что вы на них сильно давите, если вы хотите, вот еще для высоты делаю, преимущество этого топа, то что он не облазит, что у вас не сохнет, не знаю, девчонки, как-то вот странно, если честно, что-то то не сохнет, то еще что-то, вот прям, не знаю, если честно, вот не могу вам сказать, вот я не знаю, почему у меня сохнет, у кого-то еще, ну значит у вас, я вам еще раз говорю, база, но база только займется,